Да, ну, тогда, конечно, младший Салюк, молодец, он приехал в Призах, мы, к сожалению, сошли на второй день. Он впервые на европейской гонке, тогда приехал в Призах. В Призах, да, и потом, и, конечно... Может, это он вам откупа пекинских? Так у него штурман тоже самое было. А, так это же Саша Горбик, или нет? Да, Горбик уже сидел в туалете, поэтому я еще успел с этой капсулы, а там гостиница такая, капсулы такие, я успел с этой капсулы выскочить и щукой нырнуть в кусты, палисадник какой-то. Вот, ну, как бы вот уже до полпятого никто не спал, но это было страшно, конечно, но это что-то такое. То есть утка по-пекински удалась, прямо скажем. Ну, мне тяжело удержаться от соблазна, не спросить вас, учитывая, что сейчас у нас все-таки так неблагополучно с автомобильным спортом. Есть у вас какой-то вот рецепт, какой-то простой из двух-трех ингредиентов, что бы можно было сделать так, чтобы у нас наконец-то автоспорт зазвучал? Нужно... С высоты прожитых в автоспорте лет. Людям, лицам, которые сейчас вернулись. Ну, либо вернутся, я так понимаю, это временно, будет лишь конференция. Ну, согласен, да. Вот этим лицам нужно постараться приложить огромнейшие силы для того, чтобы вернуть тех профессионалов, которые готовы были не спать, а делать продукт во благо всеми. Энтузиасты, короче, нужны. То есть, понимаете, у нас получилось так, что Федерация автомобильного спорта, к сожалению, превратили в бизнес. Более того, я вам скажу, когда Валера Горбань был, вот почему я говорю бизнес, да, что казалось бы, что там Федерация в одни взносы. Ну, да. Так вот, чтобы вы понимали, когда Валера ушел с родиного комитета, а счет Федерации был в банке Анистрата, то руководство Федерации перевело деньги в свой банк. И 3,5 миллиона долларов, гривен, там с ними сгорели, вместе туда, куда они убежали все. Их уже не будет. Ну, это мы сейчас оградываемся. Я на будущее. То есть, это раз я вот о чем говорю, что мы должны, вот все члены Федерации, мы должны на конференции понимать, что не надо сюда ставить, у нас уже были чиновники высокого ранга, бизнесмены высокого ранга, воры. Министры. Министры, я имею в виду чиновники высокого ранга, типа червонянка. Значит, здесь должны быть энтузиасты, это те люди, которые готовы, как Петрович говорит, днем, ночью, в дождь и ветер, и не щадя живота своего. То есть, одни едут в ралли, вторые обеспечивают это все и получают от этого удовольствие, как это ни странно. И таких людей нет. Автоспорт обречен. Ну, а если говорить о сейчас, то сейчас, к сожалению, у меня лично рецепта нет, потому что сегодня страна находится в состоянии войны, и возможно, это не скоро закончится, скорее всего, и еще чем кончится это все, как бы очень сложно понять. Кто еще останется из нас? Я когда такие вопросы задаю, я как бы подразумеваю, что это уже все закончилось. Я хочу тоже высказаться по этому поводу, что вот я лично не вижу как минимум пару лет раллиной дисциплины у нас в стране. Это то, что сейчас происходит, и то, мы только можем надеяться, что это закончится. Вот, мы не знаем, чем это все закончится. Раллиная дисциплина, мы же все понимаем, насколько это сложный продукт для того, чтобы его создать и провести. Понимаете, жизнь продолжается, да, но в любом случае, спортивные мероприятия, это праздник. Ну, какой праздник, и допраздниковали нам сейчас сегодня. Но, но те энтузиасты, которые вот сегодня и есть эти энтузиасты, тот же Шредер, тот же Олег Петрович, да, Николай Алексеевич Шредер, там, слава его, я вот был недавно в Федерации, видел его там. Вот, это те люди, которые вот всю жизнь изначально они вот стояли, как бы вот где-то рядом с Федерацией и тратили свое время и свое силы и время своей жизни на благие дела. Вот, они сегодня уже готовы, но, наверное, ну, наверное, к сожалению, вот это время пока не наступило. Ну, будем надеяться, что оно все-таки наступит, иначе без такой надежды совершенно тяжело. Надежда умирает последней. Ну, и последнее, что мы не должны с вами забыть, что сейчас уже, скорее всего, стартовали наши ребята в Монте-Карде. Да, но прежде чем мы прервемся, я все-таки хотел бы продолжить ту традицию, которую мы сейчас потихоньку зарождаем. Я предлагаю каждый наш эфир тем людям, кто был у нас в студии, вспомнить именинников, которые во вторник поздравляли именинников. Вчера у нас был такой немножко не совсем, это спортивные эфирмы, эту тему не подняли, а сегодня я предлагаю, я вот выписал себе, ну, во всяком случае, тех, кого я знаю. Если, может, вы кого-то тоже помните, кто вчера и сегодня именинник, вы это помните. Четыре дня назад Мачанова. Ну, это мы вспоминали его во вторник. А вот сегодня я записал себе, я, к сожалению, даже не всех знаю, но у меня в базе есть Андрей Лебедев и Николай Ратуш, но они вчера празднули день рождения. Сегодня у меня записан Алексей Гребенюк, Тарас Колесник и, кстати, Николай Шредер. Сегодня празднуем день рождения. Поэтому вам слово, поздравьте именинников. Что можно пожелать? У всех именинников, безусловно, как выражаясь словами Сережи Малика, с нюхой. Ну, а желать, желаю я всегда одного – здоровья, благополучия, мира и успехов в нашем виде спорта. И пусть для них, как и для меня, я очень держусь и очень рад, потому что для меня автоспорт никогда не был времяпровождением, никогда не был уикендом, да, хотя это было огромное удовольствие и есть до сих пор огромное удовольствие. Пусть это будет еще одна из жизней, вот как у кота, сколько там, шесть жизней и три, сколько там, пусть у нас у каждого будет две жизни. У каждого, кто причастен к автоспорту, да? Одна в спорте, одна, ну, как бы в социуме, да, вот. Желать в неединой, в единой и неделимой стране Украины. Александр Петрович, что добавить? Поддерживаю во всем Лене и повторюсь, чистого неба и быстрейшего окончания того, что, того беспредела, который творится у нас в стране. Кстати, хочу всем нашим ребятам сказать, что я не буду называть фамилии, потому что неизвестно, кто нас еще смотрит, да, но скажу, что уважаемые в мире спорта люди из России вчера и позавчера, я с ними связывался, они со мной связывались. В общем, и звучали очень такие теплые слова, что если бы от нас зависело, мы бы приехали там и стали на границе размежевания, пусть бы кто-то посмел на нас стрелять, там, из россиян или из любви. В общем, хочу сказать, что те люди, у которых мозги не пропиты брагой и не забиты ватой, и не забиты этим массовым наступлением всяких там киселевых, они искренне переживают за нас и искренне переживают за нашу страну. Ну, и, кстати, если ты помнишь, вот два года назад у нас, и год назад даже, была гонка в Черновцах, как российские гонщики назывались об этой трассе. Да, я не буду опять-таки называть фамилии, может быть, им это повредит там, в России. Ну, мы знаем, кто с нами и знаем, кто против нас. За что я им очень благодарен и спасибо, говорю, им за поддержку. Если нас кто-то смотрит сейчас из москвичей, ребята, спасибо вам, мы с нами и мы с вами. Потому что для меня лично есть Россия, всех тех фамилий, которым гордится автомобильный спорт Советского Союза, России, Украины, Прибалтики. И есть Россия всяких подонков, начиная от Путина и заканчивая последними Гиркиными, Стрелковыми и прочими Моторолами. Жаль, что мы их всех упомянули, этих всех отбросов. Но без этого тоже нельзя, к сожалению, мы и просыпаемся, ложимся спать с этими мыслями, от них никуда не уйти. Владимир Владимирович, вы даже не представляете себе, как нам с Петровичем, которые большую часть жизни провели вместе с россиянами, и в том же Тольятти, и в той же Москве, и в том же Санкт-Петербурге, сегодня понимать, что это наши враги, это люди, которые уничтожают наших сыновей. Ну, повторюсь, мы просто обязаны верить в то, что все будет хорошо и делать это все от нас зависящее, чтобы поскорее наступил мир. Я думаю, что мы победим. Тут двух дней не будет не может. Другого не будет. Спасибо вам, что пришли, что нашли время. Было безумно интересно с вами пообщаться. Жалко, что эфир у нас вроде бы как нерезиновый, столько хочется поговорить, но хотя бы потому, что через там уже три минуты стартует рано Монте-Карло. Я думаю, что мы сильно утомили тех, кто нас смотрел или слушал. Это значит, что мы еще раз соберемся и продолжим. То есть частичкой жизни, прожитой нашей жизни, это всего лишь частичка, маленькая частичка. Спасибо вам, спасибо всем, кто был с нами. Всего доброго. Всем спасибо. Извините, если слишком долго мы это терли, но жизнь длинная, поэтому и случаев было много. Так, Лидия Костянчук, Александр Салюк, Радио Проформула. Всего доброго. Радио Проформула. Если ваша стихия – скорость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова